сегодня 6 октября 2015 года находимся возле храм на храмовском пруду возле храма пруд вот эта дамба вот мы продолжаем работать здесь с братьями сергей никита и началась каждый занят своим делом вот издалека если показать работа как идет вот этот короб 285 получилось вместо 3 за счет досок вот вода идет отсюда вот оно озеро то где сзади но мы поднимается насколько тут от воды то это больше чем здесь и потому надо сейчас все перегородить чтобы вода нигде не могла пойти и вот братья как раз это сейчас делаешь чтобы не проникала сама нет мы нашли что это пока самое лучшее что можно сделать видишь как мало немного соломы потом слой глины глины жирный и сразу смачивает водой вид воды лопатой трамбуют или там две маленькие толкушки вот они делают это а теперь лишь как подсыпает вот вода должна пойти здесь прошли то почему у вас тут поворот получился а потому что поперек вот мы начали ее и нам нужно вывести на ту сторону то самый короткий промежуток но выводить то когда на ту сторону надо а там ров теперь надо нам выйти на этот ров чтобы вода точно в ров попала и поэтому мы основную дамбу которая ездит 6 метров и там еще 5 11 метров вот такая получилась сегодня поставили распорки вот отсюда вода будет идти вот она уровень воды вот первая доска теперь уровень воды должен быть здесь вручную это ставится вот вода теперь поднялась на 15 сантиметров то есть уже на 30 если вот эту поставить 45 это вода поднимается поднимается и удерживается в озере 60 ну и верхушку вот он вставляется в этот паз 71 вот так то есть предполагаю предположительно думаю что здесь надо поставить будет стояк закрепить это что тут у нас как раз брусок чтобы вода давила здесь на брусок а но внизу брусок вот так ребром будет стоять это уже ты даже тут еще не надо показывать где у нас тут брусок то был больше нету отрезанного вот этот хотя бы поэтому можем отрезать вот так вот растут брусок то у нас брусок и будет вот так вот потом в середине потом брусок его только закрепить надо вот тут он упирается в эту которая распорка не дает но внизу там бабушку прибить ровно посредине поставить а уже вот это то здесь то уже ну полтора метра почти вот это выдержит тут определенно выдержит а так может прогнуть прогнуть и вырвать но это только предположительно то сделаем это вода гарантии никто никогда воде дать не может никто самые лучшие специалисты и вдруг оказывается проигрыши там у одних было говорит повыше и что-то маленькой прорвало а рядом железная дорога железную дорогу смело сразу как так железную дорогу да рельсы висят прямо показано у нас барнауле как-то был дождь сильный а дождь сильный что был засуха была ну и все приходят батюшка помолись батюшка все засыхает воды не дают но помолились на поле сходили но надо бы помолились да и хватит нет давай на завтра послезавтра как хлынул потоп в варнауле внизу там подземные на вокзале помещения там и все эти как называют камеры хранения все под завязку залила машины вот едут вот так люди машину просто полу плывут никогда в барнауле этого не было это не вот поднялась а потоп самый настоящий ну а как предусмотреть да никак никогда этого не было вот мы здесь сделаем думаем закончить сейчас пойти на другой пруд вот сегодня сваливает из мамонтова этот песок привезли два камаза больше поздно говорит уже завтра может несколько камазов пойдут ну и говорит мы тут купались те годы проезжали восьмидесятые годы пожилые рабочий приехал старенький какой-то им все это интересно храм стоит вот когда-то тут потеряевки не было на железнодорожный вокзал то здесь ну теплился он не работал но стояла ягра сейчас там ничего нет а здесь есть у нас главное это церковь церковь показал рассказал если они при приедут еще господь даст выполнят заплатили сегодня за 20 камазов 80 тысяч рублей и тысячу сто у них тонна стоит щебень но щебень мелкий и нету какую-то привезли они гальку там на мне показать то я воды в нее любую рукой шевелю от их в банке так я насыпали то половина с грязью ушел да нет это не грязь это там битум до битум ты чё я битум не видал что ли то да вот там где-то улицу сделали она такая может быть такая но у нас совсем другая обстановка мы сделали глиняное покрытие сейчас песчаная теперь крупный щебень а потом мелкий самое главное при тогда 250 тысяч за щебень 250 мы не можем это со всеми пассивами теперь как сделать чтобы вот эти пазухи все заделать просто необходимо заделать ну и так же сделаем как-то досками будем самонить потому что трамбовать другого выхода никакого нету ну дальше будет видно он брать эту сторону уже почти закончили сейчас Ольга позвонила из Барнаула слышу Сережа эти 700 томская епархия написала местной епархии жалобы на меня а думаю чего то стоит мирянин епархии между собой переговариваются что натравить местного митрополита на меня на чем глупый что ли я ему говорил у нас наше отношение чтобы заочно никто не испортил а он говорит да стараются показал рога он стучит дескать рогами это зам засмеялся мы молимся в жизни все бывает ну вот вылезли двое как бесноватый из гробов гадаринских они живут в гробах с мощами только ничего не знают жалобы но я не так понимаю я говорю мощи надо захоронить но еще дальше то натравливать митрополита это сергианство сексотство непрерывно сотрудничество с властями они сейчас властям будут говорить что я у гитлера был где-то в прессе работал или что на не найдут или полицейским был полицаем вернее сказать то есть ни на чем не останавливается на что я могу сделать только жалковать о них жалеть и молиться они если бы с утра до ночи работали а олига только воровой говорит а пожалели бы вы себя я говорю как же нет ну ребятам дал указание то сам сиди и смотри игру хороший военка военачальник дал указание поехал домой гулять женой я все с ними дело абсолютно все и землю копаю и долблю и доски таскаю и ну главную работу это володя пащенко это за смолеву сделал это господь благословит мы этот угол закончим у нас практически вся работа перейдет на тот конец пруда там новая земля и притом черное сверху надо теперь переносить жирную глину делать дамбочку вручную все это уже вряд ли мы сумеем доски выписаны заплачено а досок нету два пруда остаются незакончены вот такая такие наши дела на сегодня я прошу у бога благословения потому что вот это гонение вот это что делают они я у бога выпросил господи как почему на меня нет никакого гонения так не жил никогда и они как вырвались два горит как поговорка из горит как черти из табакерки и непрерывно гвоздают гвоздают сейчас зашли матеряться матеряться под разными именами ну какие же это люди то какие прям матерными словами но я не могу сказать что именно это они ну слова все их и они видно что перепечатают друг у друга наблюдатель или там еще как-то смотритель жалобщик ни фамилии ни имени ничего нету мой портрет я с книгами пересчеркнутый красный то есть лопаются от злости что я где-то 20 лет назад сказала патриархе ну сказал так вы опровергните он не патриарх был во-первых а во-вторых это факты факты и жизни так дальше митрополита ну и что из этого то 20 лет злопомнение то какое а злопомнение злопомнение уподобляет демону это демоны вырвались еще менее над я работаю все время работая их никогда не видела чтобы они работали даже разговариваешь оба одинаково по скайпу развалятся лежат наздрюли одни только видать все лежат даже минуты свободной нет где как-то есть кабинет это у меня ничего нет и полная комната людей не появится здесь постоянно шмыгает что-то прямо ой побежал ребенок там закричал уж такие любящие отцы не верю я в это за мной ничего не не могут зачем они жаловались они бы сели спокойно доказали доказали а что они доказали андрея кураева напустились она степаненко максима как бешеная ну уничтожили дальше что да не уничтожили они остались и таланты их при них дивен господь давай молоденька продолжим чего у нас тут есть а то ребята я запечатал куда-то надо спрятать эти доски вот эти даже не знаю куда спрятать то их советуйте братья куда спрятать вот эти запоры то шлюзы там где инструмент где-то рядом а где инструмент спрятан там где-то положено может быть и так на время а то доски то уплывут когда вода